Парикмахер ТВ Уже скоро новая серия мастер-классов от Елены Войновой. А вашему вниманию сегодня очередной урок от лидера индустрии. Давайте. Сегодня у нас пятый урок и мы говорим о подготовке волос. Наши предыдущие уроки были посвящены начосу, тупировке и, конечно же, крепежу. Поэтому, если вы не видели, обязательно посмотрите. Подготовка волос. Если волосы нашего клиента ничем не были бы обработаны, нам будет крайне тяжело с ними работать. Поэтому очень много на рынке появилось и гофре, и афро. И сегодня мы будем говорить именно о афро-корбе. Что помогает нам выполнять эту плоскость? Конечно же, прикорневой объем, что очень ценно. Мы можем увидеть, как мы выполняем это с техникой начеса. Но в то же время, если мы не хотим начесывать, а хотим получить достаточно плотную прикорневую массу, мы можем использовать плойку афро-корбе. Клиент не всегда готов видеть именно эту текстуру в центральной части. Поэтому наша первая прядь, которую мы будем использовать, мы будем делать это изнутри по такому же методу, как мы выполняем тупировку. Так что изнутри есть проработка, а снаружи нет. Мы ее не видим. Наша первая прядь по линии пробора будет выполнена именно с этой техникой. Все линии, которые остаются видимыми, мы будем называть в дальнейшем краевая линия. Вы должны сами определить, какая будет ваша краевая. Линия пробора, линия краевая, линия роста волос. Это тоже будет краевая часть, которая остается гладкой, которую мы не прорабатываем. Наша следующая прядь. Мы берем небольшими секциями, примерно полсантиметра, натягиваем. Мы уже помним в предыдущем нашем уроке, натяжение, оно очень важно в работе. Прижимаем прядь, оставляем полсантиметра от кожи головы. Прижимаем прядь, плойка автоматически опускается вниз, что дает возможность получить вот такой прикорневой объем. Если мы хотим получить этот объем в длине, мы набираем очень тонкими линиями и прорабатываем. Но мы выполняем в той же технике, как мы выполняли при тупировке. С одной стороны у нас видно проработку, со второй стороны у нас остаются гладкие волосы. Именно в этой технике я проработаю половину головы, для того, чтобы мы могли посмотреть разницу в объеме волос. Когда мы приспособимся и приловчимся выполнять именно эту технику, мы будем делать это очень быстро. Не забываем, что мы оставляем краевую линию. Пряди, которые вы набираете для дополнительного объема в длине, пусть они будут очень тонкими, для того, чтобы клиент не видел этой проработки. Сегодня мы говорили о подготовке волос. Вы можете увидеть разницу, какой получили мы объем, не выполняя технику начеса, а сделав только прикорневой объем при помощи плойки. А если вы открыли журнал, увидели прическу и хотели бы понимать, как ее технически выполнять, добро пожаловать на Мои Синейки. Мои Синейки Парикмахер ТВ